Спасибо, тоже ничего. Представьтесь, пожалуйста. Лейла. Меня Айла зовут. Очень приятно. Вы живете в Азербайджане, да? В Азербайджане, в городе Баку. Отлично, я тоже. А по национальности азербайджанка? Нет, я метиска. У меня мама русская, папа азербайджанец. То есть я метиска. Прикольно, очень приятно. А я, получается, азербайджанец. И по маме, и по папе. Клеймуш Ханум. Значит, я как бы... Да, я иногда как бы сталкивалась с вашими видеороликами, конечно, в интернете. И во время войны я вижу, что вы очень тоже как бы патриотично настроена Ханум, поддерживаете всегда. Ваше выражение такое интересное. Всегда вы как бы армян называете как? Одноклеточные. Да, кстати, по этому выражению я вас прям сразу наповал и запомнила. Очень просто интересно, а почему именно так? Почему так? Потому что я считаю, что одноклеточные – это что? Ну, так как я врач по профессии, где-то к своей профессии близко, я подобрала им хорошее название. Потому что вот эти вот все названия, армяноиды, это, честно говоря, меня не устраивало. И не хотелось бы повторяться. Хотелось бы назвать их тем именем, которого они заслуживают. То есть одноклеточные. Одноклеточные – это инфузории туфельки. То есть одноклеточные амёбы, у которых нет ума. Вот поэтому я и называю хаев. Я даже их армянами не называю. Я их называю хаев. Хаев – одноклеточные. Вот и все. Вот и все. Вот весь секрет. Насчет хаев я тоже объясняла, говорила и делилась видео. Как бы насчет того, как, в общем, профессор армянин сам доказывает о том, что они как бы хаи, а как бы с армянского хои. Это как раз и есть барашка, то, что они пытаются скинуть на нас. А также, как бы я там смотрела, у них на определенные года, в общем, флаг был, и там было изображение барашки. Это то, что они сегодня на нас пытаются скинуть. С этим я тоже сталкивалась. И еще хотелось бы сказать, вы, наверное, эфиры ваши, они, наверное, тоже атакуют, да? Сейчас объясню, что с моими эфирами. Ну, есть те армяне, которые постоянно заходят ко мне в эфир. Это мои давние поклонники. Потому что, наконец-то, у меня в эфирах они чему-то научились. То есть они знают свою натуральную, истинную историю. А вот такие, как выразиться, по-культурнее, так сказать. Такие вот отбросы общества, как Алина, меня блокируют. Потому что со мной ей не справиться. Белла, Алина, потом вот этот вот лорд. Я у них в блоке в самом начале. То есть они меня с самого начала заблокировали. Я не вижу ни их видео. Только если кто-то там скачивает видео. Я только вот так могу видеть их видео. У меня есть пара роликов, кстати, Айла Хам, в моем профиле. Я и Алину там, и вот эту Викусю. Честно говоря, в прошлый раз с вами то, что она сделала дуэт. Вы были в эфире с ней. Совместный дуэт у вас был с этой Викусей. И я после этого решила сделать ролик с ее профилем. Смотри, я сделала скриншот. Сделала насчет нее ролик и выставила. Мне было, честно говоря, очень неприятно. Что она, типа, с вами вот так вот в эфире, вот так вот, типа, барашка держала, овцу держала в руках. Все эти ее вот глупые намеки какие-то, понимаете. Мне было очень, честно говоря, обидно. В первую очередь хотелось бы подчеркнуть, что, как бы, они хорошо работают с монтажем, смонтировали там мой, как бы, выход. Но, тем не менее, я прямой эфир весь выложила, слила в YouTube. Люди могут наблюдать. Это, во-первых. Во-вторых, насчет барашки, наши ребята, как бы, чтобы я, как ханум, не опускалась до ее уровня, ей хорошо ответили. Да. И в-третьих, вы знаете, хотелось бы подчеркнуть, что барашку-то она держит у себя дома в армянском доме, понимаете. Вытаскивает она у себя с армянской квартиры барашку и сажает себе на колени армянка эту барашку. Соответственно, причем здесь я, соответственно, я просто как наблюдатель со стороны наблюдаю, как человек со своей барашкой играется в эфире. Вы понимаете, вот такая картина. Нет, про нее можно было еще, знаете, что сказать, Айлхам. Можно было бы сказать так, в смысле, вот твое творение у тебя же в руках, продолжение твоего движения без отходного рода. Но, честно говоря, Айлхам, я прямой человек. Я очень прямой человек. Я не люблю изливаться, там, я не знаю, врать, изворачиваться. У меня этого нет. Я, честно говоря, не за то, чтобы делать дуэты с армянами. Ну вот, мне тоже, кстати, говорили об этом, что мне мужчину в основном... Дело знаете в чем? Дело в том, что вот хотелось бы подчеркнуть. Вот с той девочкой в эфире, в принципе, я могла бы подняться, взять телефон и указать на унитаз и показать ей вот ваш, как бы, символ. Так что расслабься. Просто это не мой уровень, поэтому я этого делать не стала. И как бы человек себя, показав свою армянскую некультуру, как бы подчеркнул. Это раз. Во-вторых, в дуэте с ними дело в том, что Афеля, Белла и, как ее там, Офа, Белла и, как ее еще назвали, Алина. Они как бы многократно со мной монтировали видео. Я их приглашала на эфир, как бы многократно в эфир, то есть звала. И, как бы, соответственно, был отказ. В принципе, они даже стали писать, что ты пристала к нам, как жвачка, Афстань, как бы отказались. Но, тем не менее, Алина не поленилась, сделала видеоролик, что Афстань, я передумала с тобой идти в эфир и получила от меня очень культурный ответ. Как бы в ролике этот ролик уже 200 тысяч, как бы, просмотрели и много в Ютубе просмотрели. Как бы сами себя не подчеркиваешь, что скажешь. Так что, вот так вот. Я очень извиняюсь, Айлахам, мне тут пишут. Субтитры создавал DimaTorzok Да, Айлахам, извиняюсь, еще раз. Ничего страшного. Кстати, Физули вам тоже салам передает, модератор он у вас тоже. Он говорит просто, я пока перейду на Айлуну страничку, потому что у меня модератор нет, 5 лет. И что касается... Тех же хая. Мы не понимаем общаясь. Джан, ты мое счастье, я обожаю. Твой вот этот вот, твоя вот эта вот, вот эта корректность, я обожаю эту гармонию. Что хочу вам сказать. Я против эфиров вообще с этими одноклеточными, потому что... Давайте почему. Объясняю еще раз. Во-первых, здесь нет ни одного достаточно, как говорится, нормального какого-то хая где-то. Ну, процентов на 10 хотя бы. Они же все одноклеточные. Тут нет никаких политиков. Тут нечего с ними объясняться. То есть, а извините, с базарными бабами выходить в прямой эфир, что-то им доказывать? Вы не думаете, что это все-таки не нужно для нас сами? Вы знаете, вот Лейла Ханум, я вам даже хочу подчеркнуть, как бы, даже единственная девочка, которая согласилась со мной выйти в эфир, я просто ей задала вопрос. Вот, девочка, скажи, вот ты признаешь 4 резолюции ООН? Она мне говорит, ну, допустим. Я говорю, нет, признаешь или нет? Она говорит, да. Я говорю, хорошо, а Карабах тогда чей? Она говорит, армянский. Я говорю, а как ты признаешь резолюции и говоришь, что Карабах армянский? Это раз, уже не состыковка. Во-вторых, я говорю, вы называете, как бы, наш Карабах Арцахом. На самом деле, это тоже турецкое слово Арцах, которое идет с 7 века, имеет, как бы, да, как бы, я уже говорила, когда было Арцахское государство и тому подобное. В общем, они это все, она мне не смогла, я говорю, хорошо, отставим историю в сторонку. Объясни мне, что обозначает слово Арцах? Вот ты говоришь слово Арцах. Она не дает, как бы, название. Я говорю, это Арцах турецкого происхождения. Эр, мужчина, воинственный Ицак. Как бы, они не знают ничего, но они утверждают. А что утверждают? Для этого же нужна история, нужна правда, как бы, перед тем, как ты говоришь слово, ты хотя бы знаешь, что ты говоришь. Нету этого. Понимаете? Вот такая ситуация. Кстати, насчет Арцаха. Насчет Арцаха с первых дней войны, вот этот ролик, ну, там, во-первых, я очень много про этот Арцах снимала и разговорила. Про Арцах говорила все, как он переводится. И спрашивала у армян. То есть, а как вы переведете мне слово Арцаха? Они всегда все сливались. То есть, их не было. То есть, они тут же исчезали с моей страницы. Вы понимаете, дело в том, что я уже приняла такую позицию. Я не буду ничего армянам доказывать. Я буду доказывать, защищать, оберегать свою культуру, свое, для других людей. Чтобы другие люди не называли долму армянской. Чтобы другие люди не говорили, что танец, как вы знаете, с этим танцем вообще, этот, у меня был спор с одним типа армянским таким умником. Чтобы они не называли наше своим. Вот я сейчас вот, да, я сейчас только на этом вот держусь. То есть, мне не важно, еще раз повторяюсь, мне не важно никакие, насколько у меня подписчиков. Мне не важно, насколько мои видео просматриваются, не просматриваются, и там на меня подписываются, не подписываются. Мне важно донести для других людей, то есть, для других народов. Здесь же не только азербайджанцы и армяне сидят, правильно? Здесь же сидят и русские, и украинцы, и узбеки, и вообще много очень национальностей, правильно? Хотелось бы донести свою культуру и защищать ее, свою культуру. А доказывать им, что Арцах это, я не знаю, там, как они называют, это Арцах, не Арцах, мне, честно говоря, все равно, что думают армяне насчет Арцаха. Я знаю, что у нас есть Гарабах. И вот, чтобы его беречь, что нужно делать? Нужно другим народам доносить на русском языке. Кстати, Айлахам, у вас тоже очень прекрасный русский язык. Вы на русском говорите, я на русском говорю. То есть мы на русском доносим вот эту информацию до других людей. А то, что вмешиваются хай где-то там сбоку, с припеку, что-то там накалякают мне в комментах, получают хорошие ответы. Получают хорошие ответы. Вот как раз, соответственно, нас сейчас смотрят люди другой национальности. И хотелось бы подчеркнуть, люди, уважаемые другой национальности, Хотелось бы обратиться к вам. Задайтесь, пожалуйста, таким вопросом. Армяне, которые называют себя первохристианами, имеют, тем не менее, мусульманскую культуру. Как же так? Музыка мусульманских мотивов. Как бы христианство наполовину мусульманское, наполовину христианское. Не признают иконы. Григорянская церковь, антиправославная. Как бы, то есть, нету нормальной истории, как бы, вот это даже христианство. И в то же время блюдо, музыка и тому подобное мусульманских мотивов. А также фамилии армянские, это все турецкие слова, которые имеют перевод и значение с турецкого. Ребят, просто задумайтесь, как могут первохристиане быть носителями мусульманской культуры. Вот и всё. Ещё одно, заметьте, у трёхтысячной летней Армении почему-то нет ни одного правителя, ни одной страны, никаких могил, никаких, то есть, никаких доказательств, но ей три тысячи лет. Как это может быть? Почему нету? Три тысячи лет, это ещё вы говорите, мне они пишут, что у них десять тысяч лет история. Я им задаю вопрос. Если десять тысяч лет история, с определённым периодом, там, в несколько лет, допустим, в тридцать лет, царь должен был меняться. Где ваши цари? Где гробницы ваших царей? Ребят, ну, если вы по сути говорите правду, должны быть гробницы ваших царей. Где они? Вот где? Минимум за три тысячи и десять тысяч лет оставим там, да, ладно, так уж и быть, это уже больные люди, шизофрения, массовая шизофрения, дело не в этом. Дело в том, что за три тысячи лет минимум должно быть триста правителей, царей, завоевателей, философов, музыкантов, писателей. То есть, это знаете, что такое три тысячи лет? Это огромная кладезь, вот огромная просто, необъятная кладезь. А у армян, кроме сосунов, никого нет. Сосунский у них есть, и всё. И это даже не, это даже не философ, это только этнос. Этнос и философ, это разные вещи. И вот вы представьте такую наглость, с которой мы сталкиваемся на сегодняшний день. То есть, армяне, которые проживали на территориях Азербайджана, с домами азербайджанских доживали в наших домах, в сегодняшний день они ненавидят турков, но тем не менее, им не мешает это 2 миллиона проживать сегодня в Турции, и около 30 тысяч они проживают в Азербайджане в самом на сегодняшний день. И они ещё чем-то недовольны, сами являясь при том мононациональным государством, не пускают абсолютно никого. При первом же, как бы, раскладе Советского Союза первых выпирают оттуда русских с Армении. И тем не менее, сегодня они все находятся в России, красиво живут, распространяют свой род. И к тому же, они везде уже наследили, везде пускают свои корни. А когда уже вот Россия говорит, что мы не можем поддержать армян, потому что, ОДКБ не может, потому что война идёт на территорию Азербайджана, в этот момент в Армении происходят митинги, у посольства жгут русский флаг, российский, точнее, флаг, и кричат лозунги, выкрикивая, что Россия предатели. Вот что с этим делать? Вот так они благодарят всегда всех. Вот и всё. Я вам скажу, почему это. Вы знаете, вот почему их называют цыган? Почему их называют индийскими цыганами? Почему? Вполне, честно говоря, такое для них, вполне такое хорошее для них определение. Цыганские цыгане с Индией. Почему? Объясняю. Цыгане – это те люди, у которых нет Родины, которые постоянно кочуют. Вот они кочуют, понимаете, то в Россию, то во Францию. С Франции они бегут в США, то есть их самое большое количество хаев живёт в Лос-Анджелесе. То есть вот там они живут. И они оттуда кочуют сюда, оттуда кочуют туда, отсюда кочуют сюда. И почему они всегда ничем недовольны? Знаете почему? Потому что нет Родины. У того человека, у которого нет Родины, у которого нет своей культуры, естественно, они будут, как говорится, бросать грязь и на тех людей, которые им помогают, и которые им не помогают, и вообще на всё и на вся. То есть нападать кучками, понимаете? Потому что это всё у них уже в крови, вы понимаете? Вы знаете, что в шизофрении есть такая болезнь армянская шизофрения, и она доказана. Я делала об этом ролик. Армянская шизофрения, и она доказана. То есть они срождаются уже именно с этой ненавистью к людям. То есть не только к туркам, а к людям. В Советском Союзе первый маньяк, кто был? Армяне. В России, в Москве, кто подорвал? Метро. Кто подорвал? Армяне. Во Франции в аэропорту устроили теракт. Кто? Армяне. Почему-то азербайджанцев нигде в таких вот делах нет. То есть нет никаких маньяков азербайджанцев, понимаете? Вы слышали про маньяка азербайджанцев? Я нет. Зато про Мосгаз, извините, откройте в любом, в любом. То есть в YouTube ролик Мосгаз. Вам всю информацию выложат. До Каневского посмотрите. В конце концов уже. Давайте ходить, не будем ходить далеко. Первый. И маньяки так и продолжалось. Нэждэ. Кто такой Нэждэ? Нацист. Нацист. Который убивал пленных. И знаете, он чем их бил? Плетённым. Плетённым из кожи. То есть плетённым из кожи ремнём. То есть это, знаете, это втройне приносить боль и втройне приносить человеку вот эти увечья. Это значит, что это нужно быть внутри. Вот жажда крови у них всегда была. То есть больные, шизофрении люди. Привет. Вот в этом все отношения. Секундочку, извиняюсь. Орда язарки, азар язарки, айла ханум, салам. Сиздэ левый профиль Амэля галиф. Орда сизин адзэдам письссёздэр язылар. Ону кашельюра мэна директа атун хансы профильды. Вахаму бөлющим, ону янеки шикателия бахлансын. Ха, извиняюсь, Федуш. Ага. Да, ничего страшного. Креплен. Да, да, креплен немецкий ученый, который доказал, что есть такая болезнь, как армянская шизофрения. А потом доказывали и русские ученые. И я не понимаю, знаете что, да, вот я не понимаю. Вот Армения, да, вот Армения. В Армении живут 2 миллиона всего армян. 2 миллиона армян. То есть экономическая ситуация ужасная. То есть с экономикой это вообще ноль. Культуры нет. У них ничего нет. У них всего в Армении есть один источник. Вода. Источник. У нас таких источников, извините, полно. По всему Азербайджану. У них есть всего один единственный источник. 2 миллиона армян. Ни одного, то есть нормального правителя, нормального президента, того человека, который бы свой народ хотя бы вывел куда-то, да, понимаете. Они, наоборот, загоняют в пропасть. Так говорю же я. Я вообще делаю такое предположение. К концу 2022 года вообще Армения перестанет существовать как государство. Потому что оно не состоялось как государство. Вы понимаете? Не состоялось. Я тоже так думаю, что все-таки присоединение все-таки должно быть, потому что как государство, как оно создалось искусственно на азербайджанских землях, так оно должно прекратить свое существование. Потому что у народа нет ничего. Нет ничего. Вы понимаете, мы знаем о том, что как бы это и есть Армения искусственно. Почему была создана на Кавказе? Просто иметь определенный рычаг, скажем так, на Кавказе. На сегодняшний день, так как как бы на Кавказе элементарно возьмем Азербайджан. Азербайджан, это не тот Азербайджан, который был в 90-е. Азербайджан на сегодня как бы развитое государство, которое имеет как бы шансы выбирать сам себе стратегических партнеров и также экономически развиваться дальше. Соответственно, Армению на сегодняшний день России уже просто невыгодно столько тянуть на себе, так как в Армении нет никакой экономики, нет ресурсов. Вот в чем проблема. Поэтому, конечно, под крыло только России. Это их, я думаю, шанс. До этого как бы они сами себя довели тем, что они, как вы видите, да, вот с границами, как бы с соседями, у них нет никаких дружеских отношений. Они умудрились испортить отношения даже с грузинами, христианами, братьями по вере, а также с остальными. Так как вот как-то вот так получается. Это по факту на сегодня так. Кстати, хочу вернуться еще к тому вопросу, что армяне говорят. Почему же, если мы не христиане, там не первые христиане, почему же, когда в храм Господень огонь возносится, в общем, короче, туда армян, мол, типа, пропускают в пену. Даю, уважаемые, на этот вопрос ответ. Во-первых, почему же, если греки, ваши братья, почему же вы каждый день перед Пасхой устраиваете драки, такие драки перед храмом Господним, что это просто, знаете, это нужно, да, боевики снимать. Боевики можно снимать. Шварценеггер, перед вами ничто. То есть в этом одежде. Вы, наверное, видели в Иерусалиме драку ихнюю, видели, да, вот, ребята, пускай в YouTube зайдут, посмотрите, как насчет территории, кстати, где Лилуш говорит, была драка между армянами и греками насчет территории дележки в этом соборе, это было в Иерусалиме, зайдите, посмотрите. И каждый год это происходит, Айлахам, не только, в смысле, один раз там подрались, там, я не знаю, что-то не разделили, каждый год одно и то же. Кстати, и еще, хаи, не нужно кичиться тем, что вас там, в храм Господень вас не пускают, вас пускают только перед, там маленькое есть вот место, перед тем, как зайти в храм Господень, но вы не берете оттуда благодатный огонь, дорогие мои, вы стоите и ждете, пока вам вынесут его. То есть ничего соответствующего вашему вранью я не могла найти. Кстати, еще одна информация тоже насчет их хваленной христианской религии. Вы знаете, что, как вы знаете, что армяне монофизиты, у них не православная религия. И еретической признали ее, еретической церковью ее признали и православная, и католическая церковь. Это раз. А во-вторых, золотые вы наши хаевские одноклеточные, ваш священник даже там устроил дебош. То есть он, знаете, что сказал? Что в храм Господень не исходит огонь. Его просто зажигает от свечек и ламп. Это знаете, как что? Это знаете, как что? Это как сказать, что Иисуса Христа не существует, не дай Бог. Это вот то же самое заявление. То есть благодатного огня не спускается. Это утверждал армянский священнослужитель. Еще, Лилуш, ко всему сказанному я хотела бы еще добавить. Там, где они везде заходят, пишут мне, как бы, а чьим вы календарем пользуетесь? Армянским, григорянским? Насчет этого тоже хотелось бы сказать, что Папа Римский XIII, которого звали Григорий, просто сменил календарь с Юлианского на этот календарь, там Ян дописали и стал григорянский, как бы вот так, армянский. Там, во-первых, не григорянский, а, Аллахам, хочу вас попробовать, гри-го-ри-ан-ский, то есть армский. Я об этом и говорю, Григорий, как бы, звали его, поэтому, как бы, там Ян, я же говорю, добавили и сделали григориянский. Как бы, я о чем и говорю, соответственно. А еще про этот алфавит, что они создали свой алфавит. Бедные эфиопы, ну вот что им нужно было, бедных эфиопов, а? Ну вот зачем украли у них несчастных алфавит, а? Ну вот эфиопы что вам сделали? Хорошо, турки вам враги. А эфиопы что вам сделали? Ахай, зачем воровать у них, бедных, этот, присваивать себе алфавит? Кстати, старый эфиопский алфавит и при том же колумбийский флаг перевернутый, это мы тоже знаем все. На этот счет у меня было много роликов, даже в фейсбуке постоянно в новостях вышел мой ролик, где я говорила, что, и они мне начали приводить, что этот флаг тоже, это Монако флаг, похож на этот флаг, этот флаг на этот флаг. Я говорю, у каждого флага есть своя история. Хорошо, а какая история у армянского флага? Хоп, все замолчали армяне. Почему-то я до сих пор не слышала историю армянского флага. Кто-то слышал, пускай расскажет мне. Ну, дело в том, что, Лей Лушханов, вы знаете, эти вот темы, кто не знает, сейчас присутствуют в эфире. Почему мы мусолим эту тему? Потому что в последнее время, ребята, во всех интернет-порталах, к сожалению, Google, Яндекс, сливается как бы лжеинформация. Армяне над этим усиленно работают. И если я много раз говорила, что если вы забиваете в Google, задаете какой-то поиск, будьте предельно осторожными, потому что информация, слитая со стороны армян, если вы видите, открывается пять ответов, из них четыре сто процентов армяне там сливают. Поэтому будьте осторожны, когда пользуетесь интернетом. В этой сфере армяне тоже очень усердно, очень даже работают. Вот так это. Они не усердно работают. Они просто, знаете, привыкли всё переворачивать. И везде вот, вот знаете, у них лжеистория, лжекультура, лжеязык. То есть вы знаете, что в армянском языке 70% слов турецких. 400-200 слов доказано, что тюркских используют в армянском как бы языке, да. А вы знаете, что гимн, армянский гимн, это гимн Третьего Рейха. Ну вот, видите, я помню. И тем не менее... Да, Лохан, да, да, я вас слушаю. Не-не, говорите, я вас перебила, просто здесь пишут, я хотела... Да, гимн Третьего Рейха. Вы знаете, вот эта сущность, да, вот знаете, вот мир победил фашизм, правильно? Победил фашизм, всё вот, это всё было очень, ну, совместными усилиями, да. И наша страна принимала очень огромное участие, большую лепту внесла именно вот в победу, в Великую Отечественную войну. Азербайджан внёс свою незаменимую лепту. Вы знаете, что в Азербайджане единственное место, где авиационный бензин. То есть только здесь, в Польше не будет. То есть всё вот это, в общем, взяли, мы вот взяли в общем смысле. И вот мир победил фашизм. То есть вы знаете, да, что вытворяли фашисты, да, с евреями, с поляками, с русскими, и то есть всё. В общем, к этому я не буду мусолить эту тему так, в той смысле, долго. А двухмиллионную Армению не могут посадить на место. С её фашистскими наклонностями. То есть у них всё, всё, что у них происходит сейчас в стране, звучат фашистские ноты. Даже гимн Третьего Рейха. Начиная Артур Кочеля, вы его выражение, жены выражения, знаете, что сказала его жена? Ну, я вам скажу, они создали банк крови. Банк крови. Для больных телосемии, больных лейкемии. То есть всё это, для этих больных был создан банк крови. И вы знаете, что сказала жена Кочаряна? Что в банк крови могут только сдавать армянскую кровь. Что это арийская чистая кровь. Вам ничего не напоминает это выражение, а? Мне напоминает Гитлера. То есть все вот эти нотки. Мы не просто сейчас выдумываем, что-то говорим. Мы всё берём фактами. И всё то, что мы знаем, связано с фактами. Это не какая-то там, я не знаю, сказка. Это действительность. И эту действительность нужно бояться. В том отношении, что фашизм сколько принёс боли людям. Сколько боли людям принёс фашизм. И поэтому, Карен Аручунян, делишься моим видео, моим эфиром, чтобы твои эти хайпы понабежали. Ну, давайте, я здесь сегодня. Будьте стоять, у меня опять на коленях. Давайте, тащитесь. Я вам скажу даже больше. Дело не в том, что даже их там на место посадить не могут. Их уже, в принципе, как бы Азербайджан за 44 дня на место посадил, скажем так. Это своё. Это своё, Айлахам. Извините, я вас перебью. То, что Азербайджан их, Азербайджан посадил-то на место. Но информационная война, лжеистория, лжекультура продолжает развиваться. Я сейчас скажу вам. К сожалению, мы знаем прекрасно, что вообще, как бы, у армян, как бы, такая вот принцип, такой, скажем, строение вот этого государства, как бы, многострадальный такой народ, который многострадает, чтобы пожалели и дали шанс. И первохристиане, вот это они, как бы, пропагандируют вот это. И сегодня, как бы, у них что идёт образ? Окупация, оккупация. Сегодня они оккупировали российские ТВ-каналы. Проплачиваются большие деньги, чтобы вести эту информационную, лжеинформационную войну. Соответственно, когда мы видели уже правду по эфирам, что уже шуша у Азербайджана, ещё там показывали, что шуша у Армении, и потом уже как-то вот такой облом получился у армян, скажем так. Но, тем не менее, хотелось бы сказать, что просто не то, что на место. Это очень хитрая тактика. Показать себя страдающими, внедриться в определённое русло, куда надо, продвинуть своих нужных, а также пускай будут женщины, допустим, и уже действовать дальше. Понимаете? А уже когда почувствовать почву под ногами и сказать, что, а вы знаете, кто мы такие? А вы знаете, что вы без нас никто? А вы знаете, что первый там Гагарян был, я не знаю, в космос полетел? Понимаете? Вот такие вот вещи уже мы потом слышим. Я смотрела профиль одной девочки, она же там пишет. Вы знаете, первым армянин придумал фен, не пользуйтесь им. Первым инвалидную коляску придумал армянин, не пользуйтесь им. Первый телевизор придумал армянин. Я просто вот так села и подумала, ёлки-палки, а что мы делаем вообще на этом свете? Всё придумали армяне. А потом, просто зайдя, поинтересовавшись, я смотрю, что телевизор придумал вообще француз и немец. Понимаете, да? То есть, это просто армянин просто когда-то патентовал. То есть, была пробная версия, и они уже сразу приписали, что это сделал армянин. И тому подобное. То есть, приписывают левые вот такие себе научных там, не знаю, профессоров и тому подобное научное открытие. И потом пишут мне в комментариях. А азербайджанцы, есть у вас кто что-то придумали? Понимаете? Ну, это такой бред, ёлки-палки. Ну, у меня просто нет слов. Конечно, армяне, если вы в 10 миллионов по всему миру что-то придумали, соответственно, азербайджанцы в 70 миллионов придумали больше. Просто азербайджанцы не бегают с флажком, потому что раньше при Советском Союзе, если вы не знаете, вообще не было делёжки, кто что придумал. Как бы это как-то у вас сегодня можно такому научиться, этому бреду, как говорится. Первую вакцину от чумы придумал азербайджанец, азербайджанский учёный, которого убили, когда ему было 20, 26, 24, 26. Ещё раз про телевизор и там про то, что вы говорили. Сейчас вам объясню, что это такое. Так, это знаете что? Кто-то создал телевизор, правильно? Про телевизор я уже снимала и ролик, и всё выкладывала, то есть, в смысле, информацию, и всё. У меня это давно уже этот ролик есть. А армянин там подкрутил гаечку и сказал, всё, это придумал армянин. Всё! И раз гаечку там подкрутил, значит, это армянин. Слушайте, армяне, успокойтесь, то есть хайи, извиняюсь, армянами быть не можете. Вы ничего в этом мире никогда не придумывали, вы просто воровали, и всё. Воровство – это единственное ваше недостоинство, которым не надо гордиться. Нужно стыдиться этого, понимаете? Может нация быть молодой, я не отрицаю. Молодой нация может быть. Евреи – довольно-таки молодое государство. Сколько Израилю лет? О евреях пишет Библия. Библия пишет о евреях. А государство, соответственно, очень даже недавно было создано. То есть смотреть так по меркам, я не знаю, истории. Да, оно очень молодое государство, зато о евреях пишет Библия. И у евреев есть своя культура, которая до сих дошла до наших дней. Понимаете? То, что есть у евреев, не похоже ни на что другое. То, что есть у славянских народов, их еда, их одежда, она не похожа ни на что другое. Так почему же у армян всё на что-то похоже? Вот объясните мне, почему у армян нет своих имён? Ашот, Вашот, Вартануш, Айкануш, Сирануш. Всё! Всё, имён больше нет. Почему у Вас в фамилии Аллахвердян, Тарвердян, Меликян, почему, почему у Вас везде, во всей, во Вашей даже ежедневной жизни присутствуют постоянно турецкие названия? Почему? Ответьте на вопрос. Я открыла эту тему, я девушке той тоже в прямом эфире армянке задала вопрос, что Аллахвердян, то есть Богом дан, это тюркское слово, откуда у Вас это? Мне стали все писать, что это Аллахвердян. В тот же период мне один знакомый, сделав скриншот, в Санкт-Петербурге работает армянин, стоматолог, по фамилии доктор Аллахвердян, армянин, и принимает как бы больных. И дело в том, что номер телефона тоже есть. Я даже хотела сделать бы как бы прямой звонок туда и как бы подтвердить это, потом подумала, да, зачем это нужно, и так все все знают. Так что вот такие вот дела происходят, и не докажешь, вы понимаете, не докажешь потом, что это так на самом деле. Докажешь. Если мы будем вот так вот все дружно друг друга поддерживать, мы очень много чего можем доказать. Если мы будем действительно вместе, все вместе работать, все вместе работать, мы можем много чего донести до других народов, для других людей. То есть мы должны сейчас, как азербайджанцы, мы должны защищать свою культуру, свою нацию, свой язык, свою историю. Хватит. На этом поставили крест. Больше вы ничего не отнимите. Лейла Хан, здесь вот армянин пишет, откуда у тебя русское имя Алла. Во-первых, у меня имя не Алла, а Айла. Во-вторых, это тюркское имя. Ай – это луна, а Айла – это лунная дорожка. Так что, пожалуйста, опять же, не перекручивайте и не вешайте ложь здесь в комментариях. Привет, мои родные. Привет, здравствуйте. Я просто с Айла Ханом веду диалог, поэтому я не отвечаю на ваши мессажи. Я очень перед всеми вами извиняюсь. Просто мы сейчас ведем диалог, поэтому я практически не могу вести диалог и читать. То есть очень извиняюсь, ко мне звонок. Я не могу, в смысле, физически отвечать на вопросы и с Айла Ханом говорить. Я вас всех приветствую, я вас всех люблю, обожаю. Вы же меня знаете, что я никогда не пропускаю ни один мессаж. Я вас обожаю, люблю. Спасибо за потраченное на меня время, за ваше внимание, за ваши приятные слова. Я все читаю. Очень-очень приятно. Я вас очень-очень всех люблю. Я буду всегда здесь, я буду всегда с вами. Я буду делать все, чтобы, то есть, хаев ставить на место. Я всегда буду с вами. Я вас очень люблю всех. Извините, Айла Ханом. Продолжение. Продолжаем. Здесь вот, Лейла Ханом, одна армянка девушка пишет, мы армяне переживем все, ну это. Девушка, в первую очередь хотят бы вам сказать, что вы задаетесь вопросом, почему вы себя загнали в ту ситуацию, что вам постоянно приходится что-то пережить. А может, все-таки проблема в вас, что вас вы так себя называете многострадальным, и так много страдаете, вас так много мучают. Может, все-таки проблема в вас самих, что так происходит. Задайтесь этим вопросом. Еще там, я не знаю, кто там, как говорится, кто там вам писал, Айла Ханом, какая-то армянка, да, что вам написала. Просто хочу ей задать вопрос. Один единственный вопрос, на который нужно... Пожалуйста, дайте мне ответ. Вот вы армянка, правильно? Вы армянка. Объясните мне, пожалуйста, Магара, памятник 150-летия Магара. Что он означает? Ответьте на этот вопрос мне, и больше я вопросов вам задавать не буду. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Она не ответит, но я отвечу вместо нее. Это насчет того, что вы говорите о переселении армян. Как бы 150 лет они отмечали переселение армян. Соответственно, этот вопрос я им тоже многократно задавала. И девушке как бы в прямом эфире спрашивала. Хоть так бы они не пытались изменить этот комплекс, истерить эти как бы все следы. Но, тем не менее, прогуглив каждый может увидеть. Остались фотографии. 150 лет переселения армян. Поэтому вот установили, они праздновали 150-летие переселения как бы армян на наши земли. Поэтому как бы вот есть и этот комплекс, скажем так, этот памятник. Вот я вместо нее отвечу, потому что она отморозилась, соответственно, и поставила вопросы. Привет, привет, команда. Хошки Альден. Хошки Альден, Баджесу Нуряю. Айлахам, вот видите, вот вы знаете историю. Я знаю историю. Мы знаем это. И сразу даем секундный, то есть секундно. Мы отвечаем на вопросы. Почему же вы не отвечаете на наши вопросы? А где же ваша знаменитая хаевская история? Куда подевалась? Еще один вопрос. Очень мне хотелось бы знать. Еще один вопрос. В каком году армян переселили на Закавказье и кто? Они никогда ничего не скажут. Давайте, Олег. По туркменчайскому договору они вообще отмораживаются и импартс сознания теряют. Когда говоришь про туркменчайский договор между Российской империей и как бы, да, они как бы это не признают, соответственно. И как бы говорят, такие у них глаза, недоумения. Ну, все об этом знают, что как бы по туркменчайскому, соответственно, договору армян стали переселять на наши земли. А также как бы вообще их первое, как бы я снимала ролик вообще не то, что переселение, а первое появление армян, связанное с Учмы Азин. Как бы я это тоже говорила. Вот, это тоже их шокировала, конечно, история. Но это бесполезно. Вот она тут будет. Ответил Агаси. Вот она прокрутила так. Никто ничего, девушка, не отвечал. Ваши парни вообще все выходили на стрим с нашим Кямраном. Я вообще не увидела вразумительных каких-то ответов. Соответственно, каждый говорит одно и другое. В конце ваш диалог армянских парней заканчивался на том, что они называли нашего Кямрана брат, в то время как наш Кямран ни разу не назвал их братом. Так что на этом и заканчивалась беседа. Еще один вопрос. Ну ладно, армяне, давайте, держайте. Теперь вопрос про ваших, там, я не знаю, как вы их называете героев. Там есть армяне? Лейлут, у тебя есть там армяне сейчас, они пишут тебе? Ну, конечно, есть. Вот, Карлен Арутинян. Вот, вот я вам задам вопрос. Кто такой Андроник Одноухий, а? И почему он одноухий? Это же история. Давайте будем историю, Николай, разговаривать. Вот Андроник Одноухий, кто такой, а? Скажите, почему он одноухий, а? Кто-нибудь сможет мне дать на это ответ? Армяне, это же ваша история, давайте. Они не будут отвечать на эти вопросы. Берете маленький кусочек истории. Карлен, нету маленького кусочка истории. История, она и есть история. Там нет маленького. Каждый, даже один год взятый из истории, может очень много. То есть много уже, знаете, как год взятый из какой-нибудь истории, может, знаете, как определить судьбу дальнейшую какого-то государства, какого-то там народа. Нет маленьких кусочков истории. Есть история. Успокойтесь уже. История. Только не ваша лжеистория, а настоящая история, которая действительно является историей. История пишется годами. История пишется веками. История, история, история должна иметь доказательства. История должна иметь исторические какие-то памятники, гробницы, захоронения. Я не знаю, старые города и всё в этом пути и прочее. Что есть у вас? Что? Ну, покажите мне, слушайте, покажите. Покажите. Нет ничего. Поэтому нужно просто сесть, просто сесть и замолчать. А ещё лучше заткнуться, Хая. Не побоюсь этого слова. Да, в общем, они, конечно, не будут там обсуждать эти темы, отвечать. Но уже как бы мы дали ответы на эти же вопросы. Сами сливаются сразу. Просто хочется сказать, что да, на самом деле я тоже подчёркивала эту тему. Что как бы так чётко расписаны у некоторых, вот, армяне говорят там определённые даты и тому подобное. Хотя они не соответствуют реалиям, да, вот как бы. И просто интересен тот факт, что я неоднократно говорила, вот, то, что они эфиопский алфавит там стащили старый и тому подобное, колумбийский флаг. Тем не менее, Азербайджан, они цепляются постоянно к нашему алфавиту. Они не понимают, что Азербайджан проживал вековую, как бы, веками проживал историю. Соответственно, менялся алфавит. И арабское было открытое письмо. И вообще, и вот у нас постоянно. Вот алфавит почему меняется? Потому что со временем, как бы, по истории происходят изменения. Это нормально, а не так, как они, конечно, вот с того времени они взяли всё и несут. Такой бред, такая ложь, такие сказки. Не знаю, уже вплоть до того стали писать, что Баку типа это армянский. Господи боже мой, такой бред. Такой бред, это просто, я говорю, армяне, вы такие прям добрые, щедрые, прям мать Терезы. Всё построили, всем построили. И в Москве порядок навели, и Грузию построили, и Баку прям построили. И прям Карабах ваш, всё ваше, ёлки-палки. До двухмиллиона Армении никак не доберётесь. Не построите, не настроите. Вот нет экономики, тонет Армения, и ничем не спасёт. Какие вы добрые, щедрые, всем помогли, а тебе ничего. Вот как-то вот так выглядит. Айлакам. Тут вот Карлен Артюнян пишет, ханства персидские. Карлен Артюнян. Одну клет, очну ей. Была Великая Римская империя. Вы понимаете, если мы начнём разбирать историю, знаете, из каких... А, ну да, тогда же была Великая Армения, просто её не существовало нигде. Персидские ханства не были. Были такие ханства, как Акоиндул, Каракоиндул. Шах Смаил Хатаи, который завоевал полмира. Это вам ни о чём не говорит. Шах Аббас. Потом мы можем продолжать своих правителей называть очень-очень-очень-очень много. То есть просто у меня времени не хватает. Я просто назвала вам два имени. Два имени. Потом, что пишет. История эта история больше ничего не смогла сказать. Но если ты своим... У тебя уши плохо слышат. Надо покупать аппараты. Понимаете? Аппарат слуховой в ключи. Лейлуш, смотри, что здесь пишут. Нация Азербайджан появилась сто лет назад. Вы до такой степени армяне позорщики, что вы даже не можете отличить первую независимость от Азербайджана, которая была в 1918 году, от истории. То есть первая независимость Азербайджана была провозглашена в 1918 году. Заметьте, Армении в 1991 году. Тогда получается, что вы совсем такие малюсенькие армяне. А как же так? А где же Великая Армения от моря до моря, которое вы хотели построить? Ну что, ребятки, облом. Как-то так. Он мне пишет, говорит Андроник Одноухий, как будто она чай с ним пила. Не, не дай бог, чтобы я с таким уродом когда-нибудь пила бы чай. Андроник Одноухий. Андроник Одноухий. Он не хочет знать. Он не хочет знать. Он не хочет знать. Зачем своих же там предателей афишировать? Понимаешь? Вот так. Ну, на какого-то? Великой... А где Римская империя и другие империи? Правильно. Хороший вопрос. Потому что Одноуклеточное время, со временем, то есть, все меняло свои границы. То есть, меняло свои границы. И в том числе создавались отдельные государства. Если сейчас начнут претендовать на свои земли Азербайджан, то мы, весь Южный Иран, это азербайджанская земля. Астрахань, Ашдархан, это азербайджанская земля. Дальше идем. Дальше идем. То есть, кто там написал, что? А, дальше идем. Дальше. Махачкала. Махачкала. Дербент. Чья земля? Азербайджанская земля. То есть, если мы начнем претендовать сейчас на эти земли, то Армения вообще перестанет существовать. Потому что и Ливанское ханство тоже принадлежало Азербайджану. Зенгязур тоже принадлежал Азербайджану. Если мы начнем сейчас претендовать на свои земли, от Армении не останется вот такого камушка. Так что сидите и кайфуйте на тех землях, которые подарила вам Россия за счет Азербайджана. Хорошо, что в 1825 году грибоедов вас, сирийских и иранских беженцев, переселил Ереванское ханство. И вы там создали свою Армению, которую не можете донести до сих пор, до сегодняшних дней. И не можете из него сделать нормального государства. Азербайджан тоже не самое большое государство в мире. Но одно из сильнейших государств мира. Потому что у нас есть те люди, которые могут во главе государства стоять. И во главе государства могут что-то сделать для своего народа. У нас есть природные ресурсы. А вы сидите на той земле, где только камни, которые вы тоже использовать не будете. Кстати, коньяк Арарат. Арарат гора. Не ваша, это Агрыдах. Это турецкая гора. Это Рас. Несуществующей горы тоже нет. И коньяк это французский напиток. У него даже патент есть. У вас нет никакого патента, чтобы производить коньяк Арарат. Патент у французов. Так что сидите на своем месте. Коньяка у вас тоже нет. А то, что вы производите подобие коньяка и предоставляете его всему миру, что это армянский коньяк, это ничего. Это просто, знаете, вот баллон. Это шарик с воздухом. Иголочка тыкнет и лопнет. Как вот сейчас я. Ваш шарик лопнула. Вот так и во всем мире будет ваша история, лжеистория лопаться с каждым разом, когда мы будем выходить в эфир. Так что, Карлен, Арутюнян, одноклеточное, успокойся. Понятно? Успокойся и иди выучи хотя бы, кто такие твои лже-герои у Армении. Потому что у Армении нет настоящих героев. И никогда не было. Были герои, которых мы сделали нацистами. Были те герои, которые сейчас названы. Ваши улицы, проспекты. Они все, они все, знаете, Дашнак Цютун, знаете такую парцию террористическую? Вот они все оттуда выходцы. Вот ваши герои, которые в террористической организации состояли и по всему миру устраивали теракты. Вот ваши национальные герои. А Хази Асланов, Кими, а вот такие герои, как Хази Асланов, никогда в жизни не родятся у таких хаев, как вы. Они могут родиться только волками, азербайджанскими волками, понимаете? О которых может быть знать весь мир. А вашего одноухого андроника даже вы не знаете. Понятно? Так что не надо мне здесь указывать, сидеть. Я знаю историю или нет. Я прекрасно все прекрасно знаю. Понятно? У меня голова еще пока работает. Я еще борщ азербайджанским национальным блюдом не называла. Дебилы. Так еще вы знаете, что как бы они же сегодня за реванши говорят насчет того, что ой, ждите, ждите. Мы, конечно, соответственно ждем. Но как вот Лейла Ханун сказала, что вы, конечно, можете допрыгаться до того, что азербайджанцы как бы хотят и реванское ханство обратно. Потому что это тоже азербайджанские земли. В принципе, мы не против. Если уже пойдет такая как бы тема, благодарите армяне, благодарите Россию за то, что она вас отмазала и спасла все-таки. Потому что если бы еще спустя 44 дня, я думаю, еще буквально 4 дня, так как самая главная позиция мы уже заняли в этой войне. Еще бы 4 дня и все. Капут. Так что вот как-то вот так вот получилось. Поэтому Россию наоборот не благодарить. Айла Ханун, я думаю, что они не должны благодарить Россию. Потому что если бы Россия не вмешалась, мы бы сейчас в Ереване пили бы чай. Ну я это и говорю, что пускай армяне благодарят Россию, что смогли русские как бы помочь остановить это все дело переговором после типа капитуляция была соответственно. Но преподнесли это как трехсторонний договор, чтобы совсем не обламывать, понимаете. Поэтому как бы получилась такая картина как бы типа договор. Но тем не менее, как бы Азербайджан, если вы хотите продолжить войну, Азербайджан хочет свое реванское ханство. Вперед, ребята, кто идет на поле боя, выходите. Как бы наши ребята рвутся всегда вперед и вперед. Дело в том, что что связано с войной. Давайте начнем то, что вот они сейчас ходят и орут война, война. Это знаешь, знаете, кто орет вот эти вот лозунги? Сказать нам кто? Я знаю. Те люди, которые живут за границей. Да, да, да. Это армяне, проживающие именно не в Армении, а за границей. Им просто обломно принять то, что он армянин, и мы как-то проигрываем. Соответственно, лучше сидеть вот так вот баламутить со стороны. Не мои же дети, понимаете, они думают, умрут. Не мои же родственники там. Я тебе кайфую, я полежу на диване, поболею. На кроняк в тиктоке сниму ролик. Вот так вот. А я, допустим, у себя на родине, вы у себя на родине, и мы топим за свою родину. Они просто надеялись, что за них кто будет? Русские будут воевать? Россия будет воевать за армян? Или кто будет за армян воевать? А тут-то вот так получилось, что Россия вам дала понять, что, ребятки, до свидания. Заварили кашу, давайте вперед. И что теперь? А теперь вы хотите реванш, вы хотите продолжение войны. Ребята, вот я вам отвечаю, говорю, что в моем окружении сколько знакомых, которые именно по сегодняшний день не успокоились, именно по сегодняшний день говорят, что давайте идти тогда до конца. Давайте забирать реванское ханство. Пускай Армения езжает к России, пускай едут в Россию, в состав России уходят с наших земель. Этого хотят. Как бы вот вам вот так на замерку армяне. Поэтому перед тем, как сидеть в разных государствах и странах, говорите о какой-то войне, подумайте хотя бы о тех своих земляках. Я не вижу у вас настоящую любовь между вами, армянами, друг к другу. Так как вам абсолютно наплевать, что происходит с вашими земляками, которым придется соседничать на данный момент с Азербайджаном, получать азербайджанское гражданство, жить под азербайджанским гимном, флагом и на азербайджанской родине-земле. И вам абсолютно наплевать. У вас совсем свои личные интересы показать просто, какие мы офигенные, мы хотим войну, мы хотим войну. Нет, мы не проиграли. Но вы не думайте о своих земляках. К сожалению, это по факту так. Почему, а знаете, почему армяне, которые именно живут в Европе, в России, там, я не знаю, хотят войны, вот такие вот лозунги выкрикивают. Знаете, почему, Айлхан? А потому что диаспоре выгодно, чтобы Армения не возрождалась, то есть не расцветала. Ей выгодно, чтобы она погрязла в долгах. Ей выгодно, чтобы Армения, Армения постоянно жила бедно. Знаете почему? Чтобы спокойно продолжать воровать. То есть разворовывать Армению. Чтобы постоянно оттуда имели, чтобы все вот те, которые диаспора создается там вот в других странах, могли спокойно эту Армению, то есть разворовывать. Понимаете? Им все равно, как живут армяне там в этом, как его, в Армении. У нас беженцы приехали. У нас беженцы, у всех беженцев дома. Там, я не знаю, да наши беженцы нормально же живут, правильно? А их беженцы живут в конюшнях, в конюшнях. Хотя здесь армяне довольно-таки нормально жили. А уехавшие в Армению живут в конюшнях. Так что прежде чем еще снимать какие-то ролики, а вот видите, вы свое, мол, типа азербайджанцы, там пару выкладывают, какие-то ролики находят, что-то там кто-то недоволен, да, там во всех странах есть недовольные люди, во всех странах есть какие-то свои проблемы. Но в общем смысле у нас народ за яйца не убивается сейчас в магазинах. То есть у нас спокойно в магазин можно зайти и купить нормально яйца. А у вас убиваются яйца, потому что яиц-то на сегодняшний день и нету. Потом еще одно замечу. Вот сегодня моя подруга, очень близкий мне человек, Гармония, она выложила такой ролик у меня в галерею. Он остался, кстати, связан с Семеней. Вы почему воруете уже на Семеней? С каких пор на Пасху Семеней делали, а? Я что-то не помню. Я выросла в интернациональной семье, то есть у меня мама русская, папа азербайджанец. Мы и Пасху дома справляли, и Новрусбайрам у нас был, да, все было. Мама пекла все время вместе. Я ни разу не видела, чтобы русские на Пасху делали Семеней. То есть христианская Пасха была Семеней. Теперь они свиснули, и Семеней тоже, кстати. Лейлуш, я вам скажу так, вы, как бы, наверняка не знаете обо мне. Я сама, как бы, 23 года прожила, как бы, не здесь, не в Азербайджане, когда-то, скажем так. Вот, так я хочу сказать, что, соответственно, я жила среди христиан. Тоже хочу подчеркнуть, что на Пасху, как бы, делали мы кулич, как бы, с изюмом, там, и тому подобное. Как бы, чокались яйцами, не знаю, там, Христос воскрес, воистину воскрес. Все это мы, как бы, проходили. Соответственно, на сегодняшний день, как бы, то, что пшеницу прорастает зелененькая, и красной лентой мы на праздник, как бы, скажем так, подкрепляем красной ленточкой. Это относится тоже, кстати, в основном, это празднует тюркский мир, как бы, скажем так, Новрусбайрам называется, но на сегодня армяне уже, как бы, успешно пытаются спереть и это. Ну, реально, ребят, ну, вы либо помешаны армяне на азербайджанцев, вы понимаете, вы замахнулись не на тех. Вам лучше будет украсть у какого-то малочисленного народа, чем у азербайджанцев, потому что азербайджанцы, это тюркский мир, азербайджанские тюрки, и нас 360 миллионов. И доказать всему миру, что тюркский мир 300 с лишним миллионов переворовывает у какой-то Армении там 8 миллионов, 10 миллионов, это реально нелогично и неправильно, и у вас это не получится. Поэтому не позорьтесь, ребят, найдите, придумайте свое. А если воруете, воруйте хотя бы так, чтобы не было так стрёмно и палево. Кстати, тут написали, Лейла Хам, из вас историк, как из меня космонавт, я не являюсь историком. Я не являюсь историком, я не претендую на то, чтобы быть историком. Я просто знаю историю своего государства, я знаю историю, историю своего государства, и поэтому я защищаю свое государство, понятно? Историка я не претендую, я по профессии врач, я прекрасный врач, у меня есть знания в истории, Я прекрасно готовлю, я прекрасно могу, то есть я пишу стихи, я прекрасно осведомлена о музыке, но я не являюсь музыкантом. Так что, золотые мои, на историка я не претендую. Я претендую просто на место хорошего человека, защищающего свою страну, свой народ, свою культуру и свою историю. Да, может быть, для кого-то я очень страшный человек, но мне, честно говоря, честно, наплевать глубоко на это. Ну, а для армян, со своей стороны, хочу подчеркнуть, так как я музыкант и у меня есть музыкальное образование, хочу со стороны музыкантов сказать, что хватит тырить наши песни, хватит плагиатничать, потому что плагиаты уже пошли не только с народных, национальных песен, а пошли уже плагиаты буквально 2019 года, 2020 года. Это очень стрёмно, это как бы очень палево, и везде азербайджанцы сегодня стали выставлять, где оригиналы, где плагиат, как бы армяне, вы ещё раз доказываете свою сущность, что у вас нет своей культуры, нет своих песен. Так что хорош уже, хорош, тошнит уже от всего этого, придумайте что-то своё. Неужели вы кричите, вы такие великие, и нет никакой доли величия в вас, чтобы хотя бы как-то саранжировать и как бы придумать свою какую-то, не знаю, мелодию, я не знаю, песню, я вообще не понимаю. А как они придумают, если у них ничего нету, а из чего-то придумать, придумать неистиво, понимаете? Придумать неистиво, там просто, да, категорически, категорически нет. Если у народа гимн Третьего Рейха, музыка должна быть точно азербайджанской. Я полностью согласна. Ничего своего придумать невозможно. Айлахам, извиняюсь, джанарам, ким галипсо, гурбанам, сеза, диалог опарам. Она говорит, да, сези мессаждары, забуден охумрам. Амамам, вызы северам. Спасибо вам огромное за то, что вы уделяете мне своё время внимания. Я вас всех люблю, обожаю. Просто сегодня физически не могу прочитать ваши сообщения. Я вас всех люблю, обожаю, целую. Бурдан да охуюрам, бязи мессаждары. Да, в общем, конечно, Лейлахам, вы знаете, сколько всего происходит. Я тоже вот профиль как бы веду. Но у меня более там что, исторические моменты как бы я рассказываю. Но когда у людей по факту ничего не бывает ответить, заходят, как бы ругают. Сегодня мне ребята тоже передали, что одна из тиктокиш, наверное, вы знаете, да, вот это Белла, или как её там зовут. У неё так в интернете я уже читаю её как бы, как-то уже называют Буратино, все пишут, по-моему. Вот, вот это вот женщина как бы взрослая, матом кроет все народы. Всех там, особенно азербайджанцы, вообще поливают грязью. Сегодня она умудрилась ещё тоже говорить обо мне за спиной, ещё там о моей маме. Моя мама глубоко верующий человек, покрытая женщина, как бы, поэтому, конечно, я думаю, что, видя Бог, Беллочка, тебе на голову огромный вот такой камень пошлёт за то, что цепляете боговерующего человека, которого вы не знаете. Так что вот так, вот так. Классически, во-первых, целую руки вашей мамы, дай Бог ей здоровья, всего самого наилучшего, дай Бог здоровья, извините, Айла Хам, такие как Белла, извините, её эти, как говорится, разговоры, даже не стоит даже на это внимание обращать, это во-первых. А во-вторых, Белла – это тот человек, который тупостью поражает даже меня, тупостью, понимаете? Сидеть и говорить, когда наш президент уже в шуше пьёт чай с пахлавой, она выходит и говорит, чуси, Настя, чуси, не чуси, они, у них масло и шизохнили, они только могут бегать и говорить, артах, 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 а потом чуси, чуси, чуси. Суши у японцев, а у нас суша, уже наша давно, суши у японцев, можете попробовать, кто-то не присваивает, не говорит, что это армянское блюдо национальной суши, а то вас, японцы, плохо, характери, знаете, знаете, что такое характери, Айла, Ахай, или это тоже могу объяснять, а? Да, Али, Ахады, вот такие вот дела, ужас. Айла-Хам, очень приятно было с вами пообщаться, очень приятно было с вами познакомиться. Взаимно. Я сегодня, сейчас удалюсь, я просто сегодня очень, у меня очень сильные головные боли, у меня хроническая мигрень, то есть мои близкие люди, они знают, какие у меня главные боли. Просто из-за того, что я дала вам слово, а я свое слово держу, мне очень было приятно с вами пообщаться. Пообщаться, иншаллах. Я сейчас, можно, отключусь уже, потому что уже голова начинает, эта часть начинает уже отказывать от меня уже. Я отключусь. Мне очень было приятно с вами познакомиться, очень приятно было бы общаться. Спасибо вам за вашу проделанную работу, дай бог, чтобы и дальше в таком же темпе продолжали вот так вот развивать и нашу культуру, и нашу, как говорится, нашу культуру, наши традиции, нашу историю. Спасибо вам большое за приятный диалог, я вас целую, всем всего хорошего. Я, сегодня, мои слушатели, спасибо за вас, что вы меня слушаете, сабиры, очень спасибо. Бог вам за счастливы, я вас очень-очень-очень люблю, я вас очень-очень-очень люблю, я отключаюсь, Аллахан. Лейла Хану, вам тоже большое спасибо за то, что как бы приняли участие в нашем эфире. Дай Аллах здоровья, иншаллах, выздоравливайте взаимно, очень приятно было пообщаться, храни Аллах, салам вашим родителям, храни вашу семью Аллах. Спасибо, родные. Алейкум, я вас целую, до свидания.